я не могу смотреть в глаза человеку что делать и здесь опять же мы говорим о том что это разные люди это могут быть знакомые это могут быть друзья это могут быть родственники незнакомые люди это могут быть девушки противоположный пол если это например девушка то значит это могут быть парни дети да кто угодно даже собаки наверно кошки и тому подобное и сегодня максимально эту тему вам раскрою с чего начнем смотрите когда мне человек говорит дима смотри я не могу смотреть глаза человеку а не могу смотреть потому что мне хочется отвести взгляд либо меня начинает трясти у меня появляется тревога у меня появляется волнение и в общем то как бы все логично да вот как бы все на поверхности тело сигнализирует что не нужно смотреть глаза но когда я начинаю задавать вопрос я задаю вопрос как говорю ну а мысли какие приходят часто мне говорят я не знаю я не знаю дима я бы хотел знать и ну нет никаких мыслей я просто не могу смотреть человеку глаза но самое прикольное что если бы человек практиковался по осознанности осознанности это когда вы наблюдаете за своими мыслями слишком подробно я про это говорить не буду но если бы человек прокачал осознанность и у меня прокачивают люди осознанность какой-то момент они говорят дима ты знаешь я стал замечать в свои мысли в тот момент когда я смотрю глаза собеседнику или какому-то человеку может быть я с ним даже не общаюсь но я вижу свои мысли тот момент когда я смотрю и когда я смотрю я вижу эти мысли и эти мысли на меня влияют и получается, что у меня тело начинает, отклик в теле появляться, эмоции появляться и в какой-то момент я понимаю, что я не могу смотреть глаза человеку. Поэтому первая проблема у людей, они не видят свои мысли. То есть есть определенные люди, которые видят мысли, когда смотрят глаза человеку, это уже попроще, у них осознанность выше. Есть люди, которые не видят. Почему для них проблема эта, что они не видят свои мысли в тот момент, когда они смотрят человеку в глаза? Потому что эти мысли очень быстрые еще раз осознанность подразумевает не просто увидеть эту мысль этого недостаточно или по-другому мысль то вы можете увидеть но у вас должно быть скорость мышления либо вы должны заметить эту мысль а она может быть очень быстро и чтобы опять же увидеть эту быструю мысль нужна осознанность то есть вы должны видеть эти мысли у себя в голове или по-другому вы должны разделять себя и мысли которые у вас голове вы в тот момент когда находится ситуации это вы да но у вас еще мысли которые создают реальность на которой на самом деле не существует она только у вас голове так вот у человека который не видит мысли у него он он сразу очень быстро слипает с этими мыслями и происходит вот клик в теле и глаза хочется отвернуть убрать проблема в том что человек не видит мысли и как вот вот если вот это не решен вопрос если человек не видит мысли то ему будет сложнее работать можно ли работать без мысли то есть не замечать мысль да можно работать с телом но все равно когда человек будет в общественном месте находиться когда он будет смотреть глаза незнакомого либо не знаю другу например и у него будет желание отвести взгляд потому что тело в этот момент дает отклик вот его задача в тот момент когда тело дает отклик ему нужно работать с телом и не поддаваться тому желанию которое тело диктует а что тело диктует отверни взгляд убери взгляд то есть два пути есть первый путь вообще в идеале конечно три пути есть но первый путь вы работаете с телом и в тот момент когда тело говорит убери взгляд вы не убираете взгляд но вам нужно также еще раз повторю работать с телом то есть тело напряжено значит мы его расслабляем но расслабляем опять же по определенным технологиям потому что не все у вас получится вы не сможете во время тревоги расслабить тело нужно правильно воздействовать на тело тогда она будет постепенно по чуть-чуть расслабляться и одновременно с этим когда тело вы работать с телом вы взгляд не убирайте вот посмотрите тело году бери убери сейчас если не будешь убирать все будет плохо плохо нет вы смотрите да вам тяжело в но вы смотрите вы запрещаете себе избегать этого одновременно работы с телом второй вариант это когда вы работаете с осознанностью вы замечаете свои мысли и одновременно с телом вы работаете еще со своими мыслями иногда бывает достаточно работать только с мыслями и тело уже не дает такой вам импульс убежать от этого взгляда соответственно вы остановите этот процесс ну а третий вариант ну опять же это как можно и отнести ко второму варианту вы работаете еще раз повторю это с телом и с мыслями еще раз можно работать с телом можно работать с мыслями если вы замечаете мысли и третий вариант идеальной работа с телом и мыслями это самый лучший вариант и только тогда когда вы научитесь на во первых Вы увидите свои мысли, вы можете работать со своими мыслями как с ограничивающими убеждениями. Вы можете работать со своими мыслями как мысли, разделять себя, свое сознание, наблюдение за миром, за реальностью и то, что у вас происходит в голове. Можно работать так, то есть вариантов достаточно много. Главное увидеть эти мысли, если вы их не увидите, у вас ничего не получится. Можно работать по когнитивке, когнитивная терапия, то же самое. Если вы увидели мысли, вам будет проще работать с мыслями, но если вы их не видите, это говорит о том, что у вас низкая осознанность. Осознанность низкая, еще раз повторю, это подразумевает, что вы мысли свои не замечаете. До такой степени они быстрые. И до такой степени ваша сама осознанность низкая. То есть вы не понимаете, что у вас происходит в голове. И кто-то может сказать, Дима, как это? То есть ты хочешь сказать, что у меня есть мысли в голове? Ну, серьезно. Иногда у меня были знакомые друзья, некоторых я спрашивал, что ты думаешь? И мне человек отвечал, ничего, ничего. А оказалось, что человек думает. Просто у него понятие думать немножко по-другому интерпретируется. Картинки в голове, то есть какие-то картинки в голове проскакивают у человека, и он эти картинки наблюдает. Но он не понимает, что это, он думает. Он думает, что это все реально. Но просто у него где-то в голове, ну или реально, в прошлом, в будущем. Он считает, что и будущее реально, и прошлое реально. Он все это считает реальностью. И это в какой-то степени трагизм. Потому что человек неосознанно максимально. То есть осознанности нет вообще. Он не умеет разделять свои мысли. Он не видит эти мысли и не умеет их разделять. И давайте все еще раз вместе подытожим. По поводу «я не могу смотреть глаза человеку, что делать?» Прокачивать осознанность С помощью чего? Ну, например, можно с помощью практики mindfulness, наблюдения за дыханием Постепенно, не сразу, ни первый день, ни через второй, даже не третий, ни через неделю Постепенно человек начнет видеть свои мысли И, скорее всего, часть мысли он начнет видеть, когда он пытается смотреть глаза человеку Далее следующее Работа с телом Обязательно должна быть работа с телом То есть, если тело дает вам отклик «Беги, не смотри, опасно!» Ваша задача – телу дать импульс такой, чтобы его состояние изменилось Чтобы вместо тревоги было другое состояние в теле И вы не избегаете то, что вам диктует тело То есть, вы воздействуете на тело и не избегаете взгляда другого человека И постепенно это пройдет Постепенно вот это желание убрать взгляд Не смотреть в глаза, во что бы то ни стало Не смотреть, потому что будет плохо Это все пройдет По времени зависит от того, насколько у вас тяжелый случай У кого-то, может быть, через неделю У кого-то, может быть, через три дня У кого-то через месяц, у кого-то через полгода Но точно это убирается Это точно можно убрать И больше у вас такой проблем не будет